Диалоговую часть пресс-конференции, согласно договоренности, мы начинаем с белорусских журналистов. Пожалуйста, Владимир Матвеев, информационное агентство Белта. Здравствуйте. У меня вопрос, Владимир Владимирович, к вам. Вот действительно, перечень вопросов, которые содержат союзные программы, он выводит союзную интеграцию наших двух стран на такой высочайший, глубочайший уровень. Надо дать должное правительствам, которые смогли договориться по целому ряду таких очень чувствительных, принципиальных вопросов. Это и денежно-кредитная, валютная политика, работа таможенной, налоговых систем, ряд отраслевых проблем, сближение по социальным гарантиям. Но надо и признать тот факт, что на протяжении целого ряда лет и из года в год развитие союзного государства сдерживалось рядом проблем торгово-экономического плана. И, откровенно говоря, белорусам ряд этих проблем не очень понятны. Ну, например, условия работы белорусских перевозчиков в России хуже, чем для тех же литовцев или поляков. И это при том, что о создании общего экономического пространства страны договорились уже более 20 лет назад. Вот в связи с этим вопрос, как вы считаете, вот эти союзные программы, их принятие и реализация, позволят ли они обнулить, скажем так, весь тот ворох застарелых, обоюдных проблем и не тянуть их в будущее? Ну, вы так сверху посмотрели на те вопросы, по которым нам трудно было найти решение. Но если начинать забираться вовнутрь, то становится понятно, почему мы так сложно шли к этому согласованию. Потому что одна страна считала, что достаточно принять какие-то решения на правительственном уровне оперативного характера, и всё будет решено. А другая страна считала, что по некоторым вопросам те или иные решения невозможно принять, пока не приняты более фундаментальные. Вот я сейчас сказал, о чём договорились, я сейчас повторю ещё раз. И это имеет абсолютно принципиальное значение. Итак, мы договорились о проведении общей макроэкономической политики. Я сейчас не буду вдаваться в детали, вы, наверное, понимаете, о чём идёт речь. Затем о гармонизации денежно-кредитной политики, интеграции платёжных систем. Затем договорились об обеспечении информационной безопасности, об углублении сотрудничества в таможенной и налоговой сфере. То есть речь идёт о прозрачности таможенной стоимости товара и определении прозрачной структуры стоимости товаров в экономике вообще. Вот наши эксперты считали, что без решения этих вопросов нельзя переходить к никаким другим поддельным товарным группам, включая и энергоносители. Мы договорились о создании единой методологии, вот что очень важно, для гармонизации всех косвенных налогов и о создании органа, который будет контролировать эти процессы. И это позволило нам договориться о другом, договориться о том, что мы переходим к единой промышленной политике и к доступу госзакупкам и госзаказам. Спасибо большое. Ещё, если можно, маленький вопрос, раз есть такая возможность. Обсуждали ли сегодня, может, авиационное сообщение и восстановление работы в полноформатном режиме после ковида, и в целом развитие? Может, какие-то решения приняты? Нет, мы обсуждали это в прошлый раз, в этот раз Александр Григорьевич вопросов не поднимал, но Александр Григорьевич пока не знает о решении, которое только что состоялось на правительственной комиссии, здесь вот недалеко от нас, в Доме правительства. Принято решение снять все доковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта. Вы мне об этом не говорили. Ну, я не говорю, вот сейчас я оставлю вас в известность об этом. Спасибо. Да, значит, до того, как эти ковидные, так называемые, ограничения были введены, у нас в неделю было свыше 200 рейсов, а сейчас 36. Я не думаю, что это за два дня восстановится до ковидный уровень, до 200 с лишним полётов, это зависит всё от рынка, от перевозок. Но полагаю, что восстановление пойдёт быстро. Спасибо.